ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАР В этом месяце с двумя чудесными датами – это 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого и инженера, и 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова. 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи – итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор и ученый, естествоиспытатель, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Яркий промир универсального человека. Родился 15 апреля 1452 года во Франции. Леонардо в первую очередь известен как художник. Однако сам да Винчи в разные периоды своей жизни считал себя в первую очередь инженером или ученым. Он и давал изобразительному искусству не очень много времени и работал достаточно медленно. Его кисти принадлежат такие знаменитые работы, как «Тайная вечера» и «Джаконда». Единственное его изобретение, получившее признание про его жизни, колестецовый замок для пистолета, заводившийся ключом. Леонардо да Винчи интересовали проблемы полета. В Милане он делал много рисунков и изучал летательный механизм птиц разных пород и летучих мышей. Кроме наблюдений он проводил и опыты, но они все были неудачными. Леонардо очень хотел построить летательный аппарат. Он говорил, кто знает все, тот может все. Только бы узнать, и крылья будут. Леонардо да Винчи, возможно, впервые сформулировал простейшую форму закон о сохранении массы для движения жидкостей, описывая течение реки. Однако из-за невнятности формулировки и сомнений в подлинности это утверждение подвергается критике. По мнению профессора клинической анатомии Питера Абрамса, научная работа да Винчи обогнала свое время на 300 лет. 90 лет с дня рождения Юрия Постникова. Юрий Михайлович Постников, русский советский детский писатель, родился 18 апреля 1927 года в Москве. Автор широко известных детских книг о приключениях Карандаша и Самоделкина, изданных многомиллионными тиражами на 18 языках мира. Писатель успел написать под псевдонимом Юра Дрожков только две детские книжки «Приключения Карандаша и Самоделкина» в 1964 году и «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» в 1984 году. Книги проиллюстрированы художниками Семеновым и Чижиковым. Эти повести стали детскими книгами-бестселлерами. В 1969 году она получила премию «Золотая медаль» как лучшая книга для детей. Карандаш и Самоделкин впоследствии вошли в группу сказочных персонажей, веселых человечков, постоянных героев рассказов и комиксов в журнале «Веселые картинки». Также он является автором фантастической повести для юношества «Прости меня» 1972 год. Это две памятные даты со дней рождения действительно уникальных и талантливых людей. Если вы не знакомы с их биографией и творчеством, то мы обязательно советуем вам это сделать. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех памятных дат. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!